Сегодня работаем у нас с утра на огородчике. Тут у нас лагерный пруд называется, там вода виднеется. Здесь мы с Игнатьевым таскаем перегной на грядки. Сегодня у нас 21 августа 2019 год. Вот он накладывает, а я вожу. Также вот еще тут срубили клен, там у нас за оградкой стоял. Сейчас загородим вот здесь вот, чтобы скотина не проходила. Сетку убрали, так как мешается тележки проезжать. Много было крапивы, мы все это вычистили. Там вот все сложили. Откуда у тебя этот чернозем-то? Это Игорь Барабаш привез. Две телеги привез. Посмотри сколько много. Да он куном нагрузил и привез. И даром это все? Даром, да. А в городе это за деньги. Все, поехал. Ну что у нас какой? 21? Да, я назвал 21. Вот видишь как тут когда-то мы загораживали даже от зайцев. Надежда Васильевна взяли вот эту каталку. А тут клен рос. Съездил топор большой привез и спилили, притащили. Почему? А тут вот рабица. Мы когда-то от зайцев закрывали. Тут Наталиша была приходька. Старший воспитатель лагеря. Она садами занималась. А зайчики пользовались этим. И мы все загородили. Заяц не с каждой стороны мог попасть. А сегодня пришлось здесь разгородить. А разгородить вот между этими столбами это значит корову полез. Вот крапиву мы убрали. А крапива здесь мощнейшая. Вот она. Выше роста человеческого. Мы замерили около дома одна. Три с половиной метра высота крапивы. А дальше вон там он. Ну колхозные коровники были. И вот это все заросли крапивы. Все. Огромно. Вот все. Сплошняком идут. Это означает земля плодородная. Крапива на плохой земле плохо растет. Если только вообще растет. Ну покажи-ка поле попутно. Я еще заметил, что грядки, где этот у нас горох жил, рос и бобы, там сорняка меньше. Они затягивают. Птички поют. Солнышко светит. Вон летают тоже птички. Сколько на тебя лежал? Год-два? Нет, с весны. С весны? Ну а это... Ты как перепрел? Нет. А у них там несколько лет лежал. А-а-а. У них несколько лет? Да-да-да. В общем дело. Одно удовольствие здесь. В деревне жить. А ведь не идут. В окно смотрят, да друг друга судят. Вот в интернете мы что бы ни делали, обязательно выходит секта. Это у Дворкина научились. Секта. А он кто? А он никто. Когда узнают их, а они никто. Учат, как жить. Толкуют. Видишь, сколько это? Майского жука видно. А здесь некогда дырю маяться-то. Помолился. Вот тут он ставим 4,40. Все? Все, ага. Давай-ка. Во славу Божию. Вон сколько уже там есть. Вот тыка что-то не задалась. Так, ни одной тыквы, можно сказать, и нету толкова. Здесь земля скудела, видно. Земля, да? Сухая. Потому что капуста, она плохо растет. А капуста ничего, да? Нет, она тоже плохо растет. А морковка ничего, да? А она поспела. Помидоров кто-то поедает. Говорят, эти, кроты. А иные говорят, ежики. Ну, как ежика? Хороший такой, его же не будешь трогать. Морковка. Это Володя один. Бобы росли, собрали, горох собрали. Ну, капуста. Это все один Володя сделал здесь. Вот эту капусту надо собирать. Она скороспела, она уже готова, она уже лопается. Ну, все. Лопается. Вопросов нету. Все, у нас с собой есть топорик. Вот они. Ну, оборви ее, да, если листья около него положи, чтобы видно было. Да, мы соберем. Тут почти все с подряд нас собираются. Ну, вот тут в тачку-то наложишь. Там даже вот такой есть, маленький, и он созрел. Кто, арбуз? Нет, капуста. А, капуста. Да. Ну-ка, давай. А там у нас садок загорожен был. Сад, а это огородчик лагерный. И все, вот крапива, крапива, крапива. Вот сколько вокруг, это все крапива. И с той стороны тоже так же крапива. Вот оно все крапива. Вот братья ловят, вот лодка. Вот, потрогайте. Вот, потрогайте. Действительно. Свернул он. Ну, как взрослому прилепился. Ну, все, тут больше ничего нет у тебя. А это лук что у тебя? Семена? Семена, да. Матушка попросила оставить. Ну, четыре. А там был пятый сломился или еще? Ну, наверное, сломился. Но там еще в конце вон стоят семена тоже. И арбузы у тебя, да? Вот арбузы можно показать. А ну-ка. Мы их закрыли. Ну, закрыть-то закрыли. Можно приоткрыть. Потому что пчелы, эти птицы плюют. Вот такие вот арбузики. Вот они. Но это еще небольшие они сейчас. Ну, еще себе. А как узнать они? Мы тогда ложились, ребятишки, на колхозных бощах. И на голову. Если он хрустит, давишь его. Нормально. Один там выпрашивает у того. А другие там арбуза два скатили. И ползком рядом болотца. Хороший. Я думаю, когда по хвостикам я обычно определяю хвостик. Хочешь сорвать? Нет. Я говорю, когда хвостик уже отмерз, значит готов. Ну да, закрывай. Вот это. Вчера брал я помидоры. Хорошие красные помидоры изъеденные. Вот он. Это Володя все сам садил. А рассада матушкина? М-м-м. Я-то здесь не живу весной. Ну, тут садок здесь. Много было облепихи те годы при Наташе. А сейчас... Вот. Нет. Смородина красная, белая, черная. Там образцово было. Травинки нет. А сейчас все заросшее. Юрга, яблони. Там серьезно надо заниматься. Ранетки. Разных сортов. О! Укроп какой. Целая грядка укропа у Володи. Да, за место морковки выросла. Морковку садил, она не взошла в него. А, это зашла укропина, да? Да, укроп зашла. Вот. Украинцев укропами зовут. Ну, Укре. Лишь бы сказать. А что Украина? Украя. Мне один из Украины пишет. А что они нас укропом называют? Ну, нас дыней называют, арбузом. Ну, что из этого? Мы все овощи. Как большая греческая свадьба там говорит. Вот. Это вот все укроп. Грядка укропа. У меня братья купили семена. Ой, семена там, лук там с детскую головку выросают. А посеяли, а там венок вырос. Больше ничего нет. Ну, продавец ошибся маленький. Вот так. Тут косили, косой нынче убирали. Рядом вот это крещение, где идет Камагориха называется. Или лагерный пруд. 440 свай только забить пришлось. Приезжала экология и говорит, ничего не получится. Это все в основе сметет. 28 лет не смыло. Мы опровергли их предсказание. Потому что никто не думал, что мы сделаем сваи вот так. Как хорошо жить в деревне. Игорь, а тут добра хватает. А это что? В навозе было. Сепочка. Сепочка. Ну, крапивы море. Вот я показываю все. Это все крапива. Она так импозантно выглядит. Представительно. Очень хорошо выглядит. По сравнению с другими корнями, они как гнилые у нее. Да. А сама такая вредная, такая жгучая. Ой. Крапива. Лекарство, как написали в журнале, говорят. Лекарство для жопы. Вот и все. И сделали в рамочку такое, как объявление. Ну, хорошо.